Символично, что накануне Дня памяти жертв политических репрессий, которая ежегодно отмечается по указу президента 31 мая, вышла в свет моя новая книга, посвященная одному из основателей партии Алаш, одному из лидеров алашского движения Алимхану Ермекову. И первая презентация этой книги состоялась накануне 31 мая в Карагандинском государственном техническом университете. Этот университет в бывшем Карагандинский политехнический институт был местом работы репрессированного казахского деятеля Алимхана Ермекова, когда он после 18 лет, проведенных в ссылке в лагерях ГУЛАГа, был реабилитирован в 1955 году и с этого времени до 60-х годов работал профессором высшей математики в Карагандинском политехническом институте. Книга значительно дополнена новым материалом, расширен исторический фон эпохи, в которой жил и осуществлял свою созидательную деятельность Алимхан Ермеков. Прежде книга об Алимхане Ермекове появилась в книжной серии УЛО ДАЛА ТУЛГАЛАРЫ, великие деятели казахской степи, которая издавалась по программе исторических исследований Министерства образования и науки Галыми Казна. И в этой книжной серии ученые Института истории государства выпустили несколько книг. Кроме книги об Алимхане Ермекове, была выпущена книга о Жумабеке Ташенове, а также о современном лидере, первом основателе независимого Казахстана Мурсултане Абишевиче Назарбаеве. Если говорить о новой книге, которая выпущена в свет в издательстве Фолиант в серии Нартулга, стоит отметить, что я как автор старалась сделать ее популярной, поучительной для широкой читательской публики и особенно для подрастающего поколения, для молодежи. Потому что в свете тех задач, которые сегодня выдвигаются лидером нашего государства, 100 шагов по строительству современного государства, по реализации пяти институциональных реформ, среди которых одно из важных мест занимает реформа по созданию единой нации будущего, формированию казахстанской идентичности. А идентичность в комплексе формируется и на основе исторических знаний, на основе исторического национального самосознания нации. И для нас, историков, важное значение имеет популяризация образов, символов нашей национальной истории, многовековой истории, в которой очень много поучительного для нас, современников. И жизнь Алимхана Ермекова, человека-легенды, который оставил вечный след в истории, является примером для нас, современников, для нашей молодежи. То есть она является образцом служения, истинного служения народу, служения Родине. Алимхан Ермеков был не только политическим и государственным деятелем. Он мог бы реализовать свой талант как ученого, как организатора науки и высшего образования в Казахстане, если бы не тяжелые, страшные годы политических репрессий. Но, несмотря на это, Алимхан Ермеков старался все годы, проведенные за преподавательской кафедрой, а также годы работы как организатора сети учебных заведений Каркаролинской школы второй ступени, как организатора высших учебных заведений в Алмате в 30-е годы. Он работал также и в Москве, в Куйбышеве. И Алимхан Ермеков, где бы он ни был, он был одним из первых, был также и первым. И его имя навечно остается в памяти истории. Поэтому наш долг ученых делать достоянием общественности, знакомить наших читателей с заслугами, с конкретными заслугами ярких личностей в истории Казахстана. Казахстана 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 Продолжение следует...